Ирпень, город, о котором говорил весь мир на протяжении последних нескольких месяцев. Как он восстанавливается после войны, как себя там чувствуют люди, и можно ли там жить как до оккупации? Давайте поговорим об этом с нашей журналисткой. Ева, привет. Ева, приветствуем тебя. Ева, ты в Ирпене, 21 километр буквально от Киева, город, который известен сегодня практически во всем мире. И действительно находился довольно продолжительное время под оккупацией. Значительное разрушение, множество жертв. Что там сейчас происходит? Коллеги, доброе утро. Не хотелось бы, на самом деле, чтобы Ирпене был в таком ключе известен. Хотелось бы, чтобы о нем говорили как о городе, который процветает, о котором живут и радуются люди. Сейчас здесь, как вы и сказали, говорят о нем как о одном из самых разрушенных. В городе, в Украине. Сюда часто приезжают и какие-то голливудские актеры, и уполномоченные люди для того, чтобы посмотреть и поддержать людей, которые здесь. Посмотреть на масштабы разрушения. И вот несколько дней назад сюда прибыла с визитом и голливудская актриса Джессика Чистейн, она посмотрела на разрушенные улицы, на разрушенные дома в Ирпене и поддержала людей, зашла к некоторым семьям. И вот, на самом деле, вот таких сюда приезжает очень много людей. Приезжают посмотреть, приезжают, чтобы выразить свою поддержку. Но вы же сами можете видеть, что здесь куча домов, которые не принадлежат восстановлению. Но они сожены. Жить здесь невозможно. Здесь люди, которые... Здесь люди просто жить не могут. Хотя, вот есть такая картина, когда все соженое. И есть вот такой лучик света, если можно так назвать, когда люди начинают ремонтировать свои дома. И вот есть дом, вы можете увидеть, что он тоже побит осколками, что там нет некоторых окон. Но люди ремонтируют крышу. И сейчас в Ирпене, в Буче, Гастомеле, сейчас этим занимается очень много людей, которых дома не очень... Которых можно отремонтировать. Они этим занимаются. Они собирают деньги, они восстанавливают своими силами, просят власть помогать. Или же помогают международные организации. Но вот когда ты смотришь на восстановление, ты понимаешь, что мы все отстроим. Что будет даже лучше, чем было. Что же касается других частей, в целом восстановление продолжается восстанавливать и социальную инфраструктуру. И несколько дней назад сообщили, что сейчас идет восстановление. И дамбы, с которой вышла речка Ирпень, которая помогла остановить россиян в марте. Но затопила тогда в Демидове около сотни домов. Сейчас же там выкачивают воду и пытаются привести в порядок дамбу. Уже, насколько я понимаю, дамба работает на все 100%. Ее восстановили. Также продолжается восстанавливать и другие города, другие села. Сейчас здесь запускается и другая инфраструктурная какая-то цивилизация. Люди пускают через Бучу и Ирпень, пустили больше электричек на Киев. Потому что на самом деле люди возвращаются, людей много. Некоторым просто некуда идти, и они хотят домой. Некоторые пытаются что-то сделать со своими квартирами, чтобы там обустроить свою жизнь. И поэтому много из них ездят работать в Киев, поэтому им нужен общественный транспорт. Так что люди живут, восстанавливают свой город. И надеюсь, скоро мы приедем сюда, чтобы показать о том, как цветет Ирпень, а не показать его разрушение. Коллеги. Ева, спасибо большое. Видишь, как Ирпень, как маленькая Украина. То есть разрушение и смерть – это то, что принесли с собой оккупанты. А после деоккупации – это восстановление. Восстановление Ирпеня и восстановление всей Украины – то, что ждет нас в ближайшее время. Спасибо большое. Ева Николашвили, спецкорреспондент проекта «Фридом». Спасибо.